Ну что ребятки, снова всех приветствую, меня зовут Юрий Кот, мы сегодня играем в игрушенцию Абзум и это глава 3, статую. Мы продолжаем искать наши скрытые бассейны, ракушки, наши статую для медитации, собственно говоря, мне кажется, что здесь их будет немножко больше, чем в других каких-то локациях. Давайте продолжать, давайте смотреть, что нас здесь интересного ожидает. Очень крутая игра, как я говорил, она мне нравится, с первой серии я не раскрыл ее потенциал, но тем не менее, оказывается, здесь много всего интересного. Так, проплываем вперед. Ну, помнится мне, что где-то до этой локации мы с вами и дошли. Я уже вижу, что наверху есть бассейн, будем сейчас полностью смотреть всю эту локацию. Есть дрон и рядом возле него есть и бассейн. Давайте немножко сюда подгребем, зажимаем пробел, естественно. Так, находим, находим, хорошо. Теперь ты снова наш друг. Кстати, те дроны, которые мы находим, они почему-то остаются за теми треугольными воротами, которые разделяют все эти локации. Так, ребятушки, смотрите, есть еще один бассейн. Интересно, какие здесь рыбехи будут обитать. Есть бронзовая молот-рыба. Прикольно, только что-то они... А, они не голубые, они реально бронзовые. Хорошо, уплываем наверх. Я вижу, есть статуи. Вот они стоят. Интересно, здесь можно медитировать или все-таки нет? Я попробую. Я попробую это сделать. Нет, ничего не происходит. Возможно, на другой. Смотрите, там... А, вон, вот точно на той точно можно. Она похожа на акулу. А, здесь ничего нет. Давайте попробуем. Мне кажется, что вот эта вот акула, она везде попадается. Скорее всего, где-то здесь и можно это делать. Пускаемся пониже немножко. Или нет? Давайте, знаете как. Нифига нельзя ничего подобного делать. А-а, а-а, а-а. Это не та статуя, вообще не та. Пооткрываем все бассейны для того, чтобы у нас было здесь больше живности. И тогда будем искать статую. Тихо-тихо-тихо наверх. Вот сюда. Хорошо. Отлично. Здесь у нас зебровая акула. Или зебровая акула. Не знаю. Хорошо. Нашли. Отлично. Может быть, теперь имеет смысл спуститься поглубже. В самый низ. И там у нас что-то будет. Давайте пробовать. Мне кажется, что таки да. Где-то там. Где-то там внизу. Да, я вижу еще один бассейн скрытый. Но, скорее всего, и ракушки должны быть где-то там. Ага, вижу дрон еще один. Чуть-чуть левее. Давай, спускайся. Все у нас с тобой будет хорошо. Отлично. Порядочек. Это морской орел. Порядок. Выпускаем всех, кого только можно. Похоже на скатов, кстати. Может быть, это и есть какая-то разновидность ската. Но здесь я не вижу никаких ни ракушек. Нифига. Есть вот дорожки вот такие вот. Ладно, будем просто плыть и смотреть. По всем дорожкам наверняка здесь что-то есть. Так, ну вот дрон. Его мы с вами заберем, конечно же. Ага. Теперь у нас их два будет. Отлично. Порядочек. Отлично. Так, ну я не знаю, стоит ли вообще осматривать колонны за колоннами. Может быть, ракушки где-нибудь там будут стоять или лежать. Стоять, лежать. Но я ничего такого не вижу, к сожалению. Это очень плохо, потому что ракушки... В этом-то как бы вся и суть, что ракушки у нас спрятаны, наверное, таким образом, чтобы они не бросали сразу глаза. Вот бассейны там и все остальное. Это как бы круто. Но этого недостаточно. Нужно находить... Что здесь у нас? Давайте дрона пригласим. Он нам откроет эту пещеру, скорее всего. Давайте грибанем немножко побольше. Посильнее. И где-то здесь пусть он нам открывает дверь. Их у нас два. Но нужен всего один, как я уже говорил ранее. Так, заплываем сюда. Слушайте, ну круто. Прямо вот, да? Вот как цветочки, смотрите, складываются. Так, вообще... Вообще классно все. Так. Покрутим сейчас вентиль. Давай. Здесь нажимать нам ничего не нужно. Это будет происходить само собой. Задействована правая... Или правая, или левая часть ворот. В общем, одна из половин. И таких цепей здесь две, как вы видите. Да, вот сейчас нам демонстрируют, что есть две цепи, которые нужно активировать. Тогда эти ворота раскроются. Мы сможем идти дальше. По-моему, я, кстати, только что и статую увидел, которая находится где-то возле ворот. Окей, давайте посмотрим, что здесь еще имеется. Может быть, ракушка где-то здесь спрятана. Может быть, такое, ребят. Мне кажется, что да. В этой игрушке может быть все что угодно. Но, к сожалению, нет. Ничего я не нашел. Можно, конечно, туда еще пойти посмотреть, что там имеется. С той стороны. Цветочки закрываются. Нет, ребят, никаких ракушек. Можно было бы заглянуть за колонну. Но чаще всего ракушка... Она не такая уж и маленькая. Ее можно заметить. Но в данный момент ее, к сожалению, нет. Просто нет и все. Это похоже на статую? Нет, нифига, это не статуя. Ракушечки. Ракушечки, где же вы? Я вас не вижу. Почему я вас не вижу? Они где-то должны быть. Так, наверное, стоит поплыть теперь куда-нибудь в ту сторону. Сейчас разгонимся. Активируем цепи, активируем ворота. Потом будем искать ракушки. В том случае, если они здесь есть. Но мне кажется, что они есть. Я просто слепой, ни хера не вижу. Внизу ничего. Внизу ничего нет. Так. А ну-ка, давай-ка. Ухнем. Давай, 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 ты сможешь. Силена хватает у тебя. Должно хватать. Ты же дробот, ебти. Ты же не просто человек какой-то. Ядро какое-то там вынимаешь у себя из сердца. Хорошо. Пошел процесс. Пошел процесс. Сейчас мы пойдем на статую, помедитируем. Колодцы вроде бы нашли все. Бассейны. Колодцы, бассейны. Как они называются? Бассейны. Либо ракушечку найти какую-нибудь. А где? Может подняться повыше? Тогда ее будет видно, как вы думаете. Я поднялся повыше. Нифига не вижу, к сожалению. Очень странно. Так, один бассейн активирован. Давайте попробуем. Так, 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 так. Смотрите, вот. Вот это же статуя, правильно? Для медитации. Вот, вот. Это похоже на статую для медитации. Да, точно. Отлично. Есть такое дело. Хорошо. Нажимаем Enter. А бронзовая молот акула. Хочешь ты хавать или еще не очень? Может быть, как-то нужно за тобой все-таки последить? Действительно, когда ты начнешь чем-то питаться, я не знаю, кого-то поглощать. Это у нас кто? Шелковистая акула. Очень много разновидностей акул, ребят. Прям вот их дохерище. Это кто? Бронзовая молот рыба. Но это те, которых мы выпускали. Окей. Кто еще есть? Тянем куда-то в другую сторону. Это тоже ребятки, которых мы выпускали. Морской орел. Что, если я разверну мышкой вот таким вот образом? Что вот это за жирная хрень плавает? Рыба, как тебя зовут? Кто ты? Нет, обратно, обратно, обратно. Вот управление, честно говоря, знаете, так себе. Так, на кого-то мы напали. Это у нас бронзовая молот рыбы. Окей. Давайте на вот эту жиробасочку посмотрим. Шелковистая акула. Жиробасочка. Да твою мать. Тюлени, смотрите. Ламантины. Здесь плавают ламантины. Хорошо, ребят. Больше нам здесь, видимо, делать нечего. Что же делать? Ну, давайте смотреть. Тут есть какая-то дырка, типа вход в колодец. Может быть, при помощи нее мы сможем что-то найти. Сейчас будем разбираться, стоит ли вообще туда заглядывать или нет. Есть вход в колодец. Да, ребят, смотрите, на дне есть ракушка. Ракушечка. Давай, ныряй ниже. Сейчас мы тебя заберем. Порядочек. Все ли это ракушки, которые здесь есть? Или есть еще? Вот это вот вопрос, конечно, на миллион. Поднимайся наверх. Давай, 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 давай. Мне кажется, что здесь ракушек больше нет. То есть, а ну, знаете как, локация делится, типа, на две комнаты, как будто бы. И в одной, как будто бы... В одной должна быть ракушка, и во второй должна быть ракушка. Почему-то, мне кажется, эта теория работает. Я не вижу один, два, три бассейна у нас есть. Мне кажется, что здесь уже и все. Просто отсюда сваливаем. Просто сваливаем. Я так думаю. Ну, если я что-то упустил, то тут уж извините, ребятки. Просто плывем вперед. Ламантины, они такие огромные просто. Такие няшные. Не знаю, они чем-то котов напоминают. Я жирный, неуклюжий, знаете. Не хватает только шерсти на них. Очень, очень все серьезно. Смотрите, здесь пещера. А, есть колодец. Отлично. Отлично. Нашли еще один колодец. Сейчас мы его активировали. Отлично. Крылатка. Что за крылатка, епте? Ха-ха, смотрите, какие смешные рыбы. Они, наверное, ядовитые. Потому что у них окраска такая, как будто у ядовитых рыб. Я не знаю, я не эксперт в рыбах, но... Мне кажется, что они очень ядовитые. Так, проплываем вперед. Внизу вроде бы ничего нет. Я думаю, что этого будет достаточно. Просто плывем дальше. А вот здесь, ребят, локация похуже реально на Сабнате. Уж или как она там называлась. Вот тоже все там так вот блестит, горит. Огоньки такие. Ну, водоросли, понятное дело. Классно, классно выглядит. Так, впереди есть акула, ребят. Она очень, видимо, злобная. Я почему-то не могу мышкой разворачиваться, к сожалению. Мне бы посмотреть, что здесь внизу есть. Но я думаю, что если нам не дают развернуться мышкой, значит ракушки здесь и нет. В общем-то. Поэтому это просто, знаете, проходная такая локация. Нужно просто идти дальше. Так, она ссыканула и убежала. А это, видимо, статуя для медитации. Мы можем себе позволить... Нифига, мы не можем себе позволить, к сожалению. Может быть, наверху что-то есть? Давайте попробуем всплыть. Вот интересно просто, что там есть наверху. Ах, как хорошо мы с вами подпрыгнули. Но здесь тоже нет никаких статуй. Поэтому, наверное, можно смело покидать это место. Нужно отсюда сваливать. Так. А-па-па-па-па. Смотрите, я ракушку нашел. Ракушку нашел. Ракушка-то есть. Ракушенция есть. Вот она лежит. Вот она. Моя хорошая. Отлично. Мы ее забрали. И теперь отсюда свалим. Я не знаю, я не уверен, что я нахожу все ракушки, учитывая, что одну мы потеряли в потоке. Ну, вы поняли, где это находится. Так, выплыли мы, по-моему, отсюда. Теперь нам нужно плыть куда-то сюда, я так думаю. Есть ли тут какие-нибудь статуи? Нет, пока ничего подобного не имеется. Мы плывем с вами по темной пещере. Так, здесь нужно подняться наверх. Снова никаких ракушечек, к сожалению. Но, я думаю, что даже если я что-то пропущу, не так уж и важно. Главное, что мы вообще начали искать эти все бассейны, эти ракушки. Потому что в первый раз все так грустно было. Прикольно, прикольно, прикольно выплываем. Так, что у нас здесь находится? Да, ребят, это очередной храм. Наверху... Я не вижу, наверху может что-то быть, как вы думаете? Стоит ли вообще заглядывать сейчас до того, как мы активируем этот храм? Впереди и статуя, но вряд ли мы что-то сможем с ней сделать. Хорошо, давайте спускаться. Открывать дверь. У нас там дерево должно превратиться уже в тройное. Вот так. Отлично. Порядочек, давай! Давай, твою мать! Вот так, все. Делай свое грязное дело. Ну или хорошее. Кто-то из подписчиков в комментариях предположил, что это типа баланс жизни. Вроде как этот котейка с ластами восстанавливает, да? Баланс. Жизненный баланс в мирах каких-то. Вот в данный момент в подводном мире. Может быть разработчики выпустят какую-нибудь похожую игрушку. Только где-нибудь в другом месте. Ну, не под водой, а в какой-нибудь другой хрени. Хотя Джорни уже была, и там, по-моему, происходила точно такая же хрень. Вакханалия. Тоже что-то. Я не помню, там уже что-то тоже восстанавливалось. Я играл в игрушку, но опять же играл постольку поскольку. Я прошел немножко, не до конца. Чисто ознакомился с ней. Хорошо. Так. Поделились мы своим ядром. И сейчас... Кто на этот раз будет у нас? Это похоже на каких-то акул. На каких-то акул похоже. Их три? Три или четыре? Сколько их штук было? Всегда, наверное, по четыре должно быть. Так. Сейчас ждем, пока откроется выход очередной. Снова все растет. Смотрите, водоросли. Эти акулки здесь у нас плавают. Какие-то пятнистые акулы, я не знаю. Пятна у них какие-то странные. Так, ну что, уплываем отсюда. Делать нам здесь больше нехрен. Вот такое вот дерево, оно начинает расцветать. Ну, значит, начало расцветать оно уже очень давно. Но сейчас оно прямо даже преобразилось. Больше всего стало. Веток, размерах оно больше стало. Так, давай разгоняемся. Разгоняемся и плывем. Ну что, прикольно. Это какой-то храм, видимо, да? Вряд ли я могу взаимодействовать с этими рисунками. У меня не получалось. Здесь есть колодцы, с которыми нужно взаимодействовать. Я это прекрасно помню по первому смотру. Давайте пробовать вот таким вот образом. Так, потекла вода. Должна потечь вода сейчас. Это типа как фонтаны какие-то, да? Здесь больше ничего нет интересного. Никаких статуй, на которых я мог бы помедитировать. Вроде бы нет. Что-то мне кажется, я пропустил сейчас одну статую для медитации. Наверное, есть такой грешок. Но я не преследую прямо искать все. Главное, чтобы мы находили вообще хоть что-нибудь. Это как бы уже огромный плюс к моей карме. Слепой. Так, проходим дальше. Что у нас здесь? Нужно осматривать полностью все вокруг. Наверху. Смотрите, наверху разваленный потолок. Может быть, если я поднимусь куда-нибудь сюда, здесь что-то будет? Здесь есть какой-то хлам. Но ничего больше не видно. Вряд ли здесь есть ракушки, есть бассейны. Но выглядит так, как будто что-то должно быть. И нужно заплывать в эти места, чтобы хотя бы убедиться, что здесь ничего нет. Окей, я не против. Разгончик. Нам же вниз нужно, правильно? Я правильно плыву, надеюсь? Так, смотрите, есть статуя для медитации. Давайте садиться и медитировать на ней. Почему нет? Здесь очень много рыб. Может быть, какие-то новые виды увидим. Так, энтер. Наутилус. Вот такой вот крабообразный чувачок. Снова Наутилус. Может быть, что-то есть поинтересней. Что-нибудь покрупнее. Анчоусы плавают. Хорошо. Хорошо. Это у нас кто? Малоголовая молот-рыба. Ну, типа, малютка совсем. Анчоус. Что-то еще есть интересное. Это кто? То же самое. Вы кто такие? Мне очень интересно узнать, кто вы такие. Зеленая мурена. Хорошо. Есть ли здесь еще какие-нибудь новые рыбы? Я вот сейчас... Вот. Вот этого хрена с глазами светящимися. Я очень хочу узнать, кто это такой. Куда ты уплыл? Куда ты уплыл, братан? Я ж только начал. Я только начал свою эпопею. Я вижу, что он куда-то уплывает. Вот он внизу находится. Давайте. Да. Да. Я смог его поймать. Латимерия называется эта рыбеха. Но, в принципе, больше нам ничего и не интересно здесь. Так. Хорошо. Давай. Подъемчики. Сваливаем, наверное, отсюда. Здесь нужно активировать снова этот фонтан. Снова этот фонтанчик. Должна обязательно открыться дверь. Хорошо. Мы все сделали правильно. Плывем дальше, друзья. Наверху ничего нет? Вроде бы какие нет. Просто своды храма потолка. Выплываем отсюда. Смотрим опять наверх, чтобы ничего не пропустить. Здесь есть разлом какой-то в стене. Окей. Блин, круто. Вообще вот прорисовка. Кстати, я говорил за рисовку в первом смотре. Вот смотреть графически. Сама рисовка вот в некоторых местах мне почему-то напоминает лонгдарк. Я не знаю. Ребят, напишите, что вы думаете по этому поводу в комментариях. Может быть, у кого-то тоже такие ассоциации вызываются. Вы знаете, как вот линии кривые, вот такие вот резкие. Освещение, тени как падают. Вот очень сильно напоминает лонгдарк. Здесь нет, к сожалению, никаких ни ракушек, ни хрена. Очень плохо. Я знаете, что думаю? Всегда должна быть ракушка. Мне кажется, что я что-то пропустил. При выходе тоже должна быть ракушка. Давайте пробовать ее искать. Все-таки придется вернуться назад, обратно. Так. Здесь аккуратненько разворачиваемся. Знаете, где, я думаю, ракушка есть? Там, где у нас открылся мир. Почему-то... Мир, говорю. Ну, там, где все начало цвести, где рыбехи появились. Мне кажется, что где-то там. Давай, поднимайся. Хорошо, хорошо. Здесь нужно все осматривать вокруг. Ничего интересненького нет. Тогда движемся просто дальше. Вот нужно это делать сразу. Видите, я просто постоянно забываю. Глаза разбегаются. Столько всего интересного. И что-то как-то вот... Ну, почему-то на этой локации очень мало ракушек. Я сейчас попробую вернуться. И мы с вами все обязательно проверим и посмотрим. Очень-очень быстро летит персонаж, когда разгоняется. Так. Теперь, наверное, куда-то сюда. Здесь ничего у нас нет? Спокойно. Спокойненько. Вернемся назад. Вернемся туда, где были ворота в этот самый храм. Я реально до хера пропускаю. Я прекрасно это понимаю. Ребят, но я все равно стараюсь находить все... Все интересное, что здесь вообще может быть. Вот где? Может быть, какой-то островок есть? Можно вообще спуститься в этот слой воды? Это очень интересный вопрос. Спуститься можно, но как-то она себя не очень хорошо там чувствует. Давайте попробуем подняться повыше. Давайте попробуем. Так. Здесь у нас рыбы. Рыбы. Статуи рыб. Что вот здесь вообще находится? Может быть, тут что-то есть интересное? Да, ребят, смотрите. Я могу туда заплыть. Я могу туда заплыть. Давайте попробуем. Что-то я как-то оставил без внимания это место. Опа-па, смотрите. Бинго! Хорошо. Тогда отсюда теперь свалим. Я думаю, что все. Ракушки больше искать не нужно. Мы будем с вами выплывать обратно. Огромные такие просто рыбины плавают. Это жесть. Давай, разгоняйся. Разгоняйся. Вот так. Все. Заплыли мы по течению. Нужно плыть туда, куда нам нужно плыть, собственно говоря. От что ты промахнулась-то, а, моя хорошая? Давай, плыви. Не тупи. Ну, я знаю, что я и управляю, но, видите, не всегда это очень хорошо получается. Здесь, по-моему, нужно направо поворачивать. Блин, я в трех соснах заблудился, а вы говорите. Столько всего попропускал. Я знаю, я знаю, ребят, что попропускал. Я очень много всего. Кстати, видимо, вот эти треугольные ворота и нарисованы. Это ведет нас путь куда-то сюда, к этим воротам. Хорошо. Это очень хорошо, что мы с вами вернулись и смогли достать еще одну ракушечку. Так-с, может быть... Да нет, наверное, не может быть. Здесь придется сразу заплывать в ворота. Я думаю, что там уже быть ничего не может. Это не ракушка, это рыба, да? Рыба, похоже на ракушку. Это эти, как они, наутилус. Вот, мы их сканировали уже, смотрели на них. В режиме медитации. Порядок. Эпча, заплываем. Давай, 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 разгоняйся. Нам нужно к выходу. Нам нужно идти к выходу. Ох, смотрите, как она вообще набирает скорость. Это просто жесть. Это жирно было. Так, хорошо. Все, проплываем дальше. Проплываем дальше, друзья. Куда-то поплыла вообще. В потолок какой-то, я не знаю. Это просто жесть. Ну, в принципе, все не так уж и плохо. Игрушка мне нравится. Естественно, все места. Вот кто знал, что за тот балкон вообще нужно плыть? И что там будет эта тема? Ракушка имеется в виду. Так, ну что, ребят. Будем, наверное, плыть дальше. Наша девчуля уже в следующей пещере. Давайте пробовать, смотреть, что здесь вообще будет происходить. Нужно разгоняться. Здесь я не пропускаю никаких ракушек. Интересно. Так, тут наверху ничего нет. И внизу ничего нет. Нет никаких бассейнов. То есть, локация как-то не очень гостеприимно нас встречает. Но да ладно. О-хо-хо, смотрите. Смотрите, какие огромные, просто невероятных размеров киты. Это просто жесть. А что, я могу, наверное, зацепиться за него, да? Крутяк, слушайте. Это так круто выглядит. Прям вообще классно. Мы плаваем вместе с ними. И я не могу никуда повернуть. Вот в чем проблема, как вы понимаете. Я просто куда-то плыву вперед. Это типа что-то вроде заставки. Видите, у нас не меняется. Нет, меняется камера. Вру. Но меняется она только назад. К сожалению. Нихера, это ты хаваешь, что ли? Какой у тебя огромный рот. Так, есть вот такие еще киты. Давайте разгоняться, может быть. Я бы хотел осмотреться вокруг. У меня не получается этого сделать. Тихо, 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 тихо. Нихера, у тебя рот. Братан, я не хочу тебя смущать. Но все рыбы, которых ты запилил себе в рот, они выплыли. У тебя рот дырявый. Ты в курсе? Я надеюсь. Охренеть. Просто слушать эта музыка. Это, это божественно просто. Круто. Круто. Вообще классно, ребят. Поиграйте в игрушку. Кто не играл? Я тоже не играл. Вот теперь играю. Просто поражаюсь этой рисовке. Все просто охерительно. Так, видимо, теперь мы можем взять под контроль нашего персонажа. И... Что это, блядь, за штуки? Может быть, с ними нужно взаимодействовать как-то? Что происходит? Это что, мины какие-то? А что это такое? Слушайте, давайте... Так, спокуха у нас заклинила. Все системы под контролем. Давай, уплывай, уплывай, уплывай. Ибо нехрен. Это не очень гостеприимная херня. Так, я вижу впереди бассейн. Давайте. Давайте. Жесть какая просто тут творится. Я не знаю, какая-то хрень. Так, акула домовой. Почему здесь только одни акулы? Я не понимаю. Так, может быть, наверх нужно... Смотрите, там кости лежат. Тихо, 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 тихо. Так, я вижу уже для медитации статую. Вижу какие-то кости, ребят. Давайте сядем, я не знаю. Стоит ли это вообще делать каждый раз, но... Ну, нужно ли это вообще делать каждый раз, но я буду. Я буду делать, может быть, это что-то нам даст. Так, нажимаем Enter. И осматриваем. Что здесь есть? Цето 100 маригана. Такое вот экзотическое название у рыб. Так, проходим дальше. И у нас рыбеха, которую мы только что, видимо, выпустили, да? Акула домовой. Что дальше у нас находится? То же самое. Акула домовой. Ребят, я не буду всех осматривать. Мы просто будем отсюда выходить. Я типа, ну, сел, как бы, да? Выполнил. И поплывем дальше. Так, там у нас бассейн открыт. Что дальше делать? Будем плавать среди костей. Ого, кальмарчик какой-то, смотрите. Слушайте, это, видимо, те самые киты. Так, вижу бассейн. Вижу впереди бассейн. Но возле него, блядский треугольник этот летает. Нужно как-то его обойти. Может быть, со стороны вот так вот. Вот здесь вот я смогу просунуться. Так. Аккуратненько. Очень-очень. Так, выпускаем. Там Аптерис. Ой, знаете, на кого это похоже? На каких-то светящихся шокеров из Сабнатики. Очень сильно, кстати, мне это напоминает. Так, впереди есть ворота. Что я ползаю постоянно по дну? Может быть... Ну, хватит меня бить током. Серьезно, я не хочу, чтобы вы меня били. Это очень больно. Что здесь наверху вообще находится? У нас есть два бассейна, ребят. Есть два бассейна. И других я не вижу. Здесь, во-первых, знаете, что неудобно? Очень темно. Очень темно. И поэтому не видно других бассейнов, которые наверняка здесь есть. Вот прям как пить дать есть, а я их нихера не вижу. Какие рыбки-то, а? А что это такое? Что это за цветок такой тут? Это не цветок, это какие-то организмы. Круто, круто. Нужно подняться повыше. Может быть, с высоты птичьего полета... Ну, типа, вы поняли. Будет видно все-таки, что здесь нужно делать. Это активированный бассейн. Я вижу, как он светится. Есть еще один активированный бассейн. Но больше ничего нет. Есть, смотрите, какой-то островок. Давайте попробуем на него запхаться. Да, там что-то есть. Смотри, это бассейн. Это бассейн. Это же бассейн? Это ракушка. Это не бассейн, нихера. Это ракушка. Хорошо, берем его. Ее. Отлично. Ракушка есть. Порядочек. Уплываем дальше. Так, а что делать с теми воротами? Мне кажется, еще один бассейн. Стопудняк должен быть. Нужно плыть. Нужно понять принцип открывания всего этого дела. Как-то правильно все это сделать, ребят. Не знаю пока как. Но будем сейчас разбираться. Я видел какие-то трубы. Нужно их найти. Может быть. Может быть. Они нас куда-нибудь и приведут. Слушайте, опять нужно, короче, наверх тусить. Для того, чтобы с высоты птичьего полета разглядеть, что у нас там находится внизу. Тут ничего нет, к сожалению. Давайте вот туда вот идти. Думаю. Вот там, смотрите, есть пещера какая-то. Я из нее выплыл или нет? Ага. Ну, собственно, ворота. Понятно. Нашли мы ворота. Которое нужно открывать. Теперь нужно, видимо, идти по этим. Тихо, 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 тихо. Тихо. Не нужно меня херачить током. Так, есть какая-то пещера. Давайте поплывем сначала по правому кабелю. Ох, как нехорошо все это получается. Видите, здесь нужно как-то выкочеврячиваться. И там есть... Блядь. Давай, 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 давай. Они нас не тронут. Все будет хорошо у тебя. Я верю в это. Так. Хорошо. Какой-то первый механизм. Похоже на какой-то электродвигатель. Я не знаю. Но снова, видимо, нужно две створки ворота открывать. И тогда все будет круто. Хорошо. Одна створка типа... Должна загореться лампочка. Загорелась лампочка. Здесь ничего у нас нет интересного. Я отсюда могу выйти, но мне не хочется туда идти. Честно говоря. Но, наверное, нужно постараться. Потому что выплывать нужно все равно с этой стороны. И плыть по второму кабелю. Искать кабель. Ну, это же кабель, да? Это не труба. Это кабель. Искать, куда ведет она. Наверняка там есть что-то очень... Так. Я вижу. Я вижу еще один бассейн, ребят. Он не активирован. А как так? Ну да, получается третий. Получается третий. Теперь мы можем его активировать. Ага. 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 Так. Морской черт. Ёпти. Выпустили морского черта. Да, это такая хреновина, которая была форская. Еще говорил, что это рыба-клоун. Потому что ни хера в рыбах не шарю, хоть и кот. Вот. Почему-то перепутал. Здесь нужно как-то аккуратненько проплыть. Получается, нужно, наверное, идти, знаете как? Через верх. Через верх. А плыть вот эти треугольники. Потом пойти через низ. Получится ли у нас это сделать правильно? Интересно, персонаж здесь подыхает или нет? Давай, 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 давай. Вот так вот, побыстрее. Отлично. Малорик. Малорик, все хорошо. Так. Запускаем второй двигатель. А, вот что это хрен делает. Она отключает эти треугольники и открывает одновременно двери. Окей. А куда акула слиняла вообще-то нормально? Ну хорошо, здесь нам бояться больше нечего. Нужно отсюда сваливать. Я же правильно плыву, да? Чисто в теории, да. Хорошо, давайте разгоняться нам теперь в ту пещеру. Я, знаете чего? Я дронов не вижу почему-то. И здесь и не должно быть. Вот, реал, не было никаких дронов почему-то. Но они же нам понадобятся, получается. Опа-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-поплыви. Какого хрена эти треугольники не отключились? Что за дерьмо? Это очень плохо, ребят. Эта пульсация к добру не привезет, мне так кажется. Эта пульсация ни к чему не приведет. Что если подниматься выше? Может быть тогда они нас не тронут? Тогда все будет у нас с вами хорошо. А что это там лежит? Подождите, мне кажется. Или это... Это наутилус или это ракушка? Вон там вот что-то светится. Нет, какой-то глюк. Так, сваливаем отсюда. О, смотрите, ребят. Бедный скат, ему очень херово. А, это не скат, это акула-то самая. Слушай, а могу что-то с тобой сделать? Вот мне интересно просто. Может быть мы и сможем с тобой подружиться? Так. И что, мы ее сейчас выпустим? Она нас сожрет, что ли? А, типа подружились? Привет, зубастик! Вся херня там и все такое. Знаете, ребят, я вижу, что... Это первая игрушка, которую я прохожу по мануалу, кстати. Где-то здесь должна быть, говорят, ракушка. Я что-то явно пропустил. Она где-то в пещере должна быть. Давайте пробовать искать ее. Давайте пробовать ее искать. Но я тут ничего не вижу, к сожалению. Нужно плыть обратно. Ай, да ладно! Вот это меня херануло! Жестоко, да? Ну это я разогнался просто. Ну я здесь ничего не вижу, реал. Вот никаких ни ракушек, ни хера здесь нет. Они очень сильно прячутся. Они очень сильно прячутся, ребят. Поэтому я не буду ничего такого искать. Эй, нет, твою мать! Хватит меня херачить этим током! Я же практически человек. Просто проплываем дальше. Ребят, видимо, ачивки мне уже не видать по ракушкам. Но тут уже знаете как. Как везет. Главное, что мы пытаемся. Мы пытаемся искать. Мне кажется, это очень важная тема. Что у нас там наверху находится? Смотрите, там есть какой-то... Вроде как... Вроде как мы можем посмотреть, что там имеется. А, я не могу выше подняться. Я не могу выше подняться. Типа она сканирует, что... Да, видите? Отклонение от курса. Мы не можем этого сделать, к сожалению. Поэтому нужно отсюда сваливать. Сваливать, видимо, вот в этот самый проход. Очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Вот, ребят, вот эта ракушка. Я зря паниковал. Вот я ее нашел. Вот она есть. Я не в той пещере просто искал. Но, тем не менее, мы получили немножко разряд шокеров. Нас херануло так неслабо. Но ничего страшного. Зато будет полезно. Внимательности по все дела. Идем дальше. Ничего же нет больше, да? Интересно. Просто плывем дальше. Так, ребят, смотрите, какая красотень. Очень много китов. Это, кстати, другие какие-то киты. Или, может быть, свет не так падает. Наверное, нужно, знаете что? Спуститься вниз. Наверняка там что-то должно быть. Ну, как всегда, знаете, в конце локации, типа, есть какие-нибудь... Ну, там, бассейны, ракушки и все такое. Давай, 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 давай. Так, я вижу вон там вот вдалеке. Это же бассейн, да, вдалеке? Так, 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 чего это мы тут видим? Ракушечка. Ракушечка, моя дорогушечка, давай мы тебя возьмем. Вот так. Хорошо, забрали. Видимо, она здесь одна. И я вижу бассейн впереди. Точно есть бассейн. Он просвещается сквозь... Слушайте, это кальмары, что ли? Хорошо, хорошо. Это не бассейн, ребят. Это уже сам портал. Но бассейн сто пудей должен быть где-то здесь, мне так кажется. Ага, смотрите, статуя для медитации, во-первых, есть. Вот мы ее чуть не пропустили. Чуть не пропустили, чуть не забыли. Давайте садиться. Вот бассейн. Где тебя найти, сучка ты такая? Наверняка же где-то есть. Садимся. Такс. Хорошо. Смотрим, что у нас тут есть. Медузки всякие разные. Потом есть, естественно, осьминоги. Ушастая медуза. Где у нее уши? Вот это... Что это за рыба, смотрите? Что это за рыбеха? Я хочу узнать, что это за рыбеха. О-о-о, какие вы стрёмные. Я не знаю, похоже на пираник каких-то. А, вон бассейн. Все, я вижу бассейн. Смотрите, он на островке есть. Все, давайте отсюда сваливать. Давайте отсюда сваливать. Где только наш островок был? Куда-то наверх нужно. Куда-то нужно валить наверх. Прям вот как пить дать. Где этот островок был? Где я его видел? Да что ж такое-то. Островочек. Мне бы тебя найти. Вон, вон там, по-моему, да? С той стороны. Точно, точно, точно. Разворачиваемся. Погнали. Монструозная рыба такая вообще. Блин, ребят, это не тот остров. Я, Реал, потерялся. Где долбанный остров? Может быть еще где-то в другом месте? Вон, вон. Кажется оно. Похоже? Нет, нет, стая рыб. Слушайте, ребят, ну тут где-то есть бассейн. Я не могу его найти. Где-то должен быть островок. Я только что его увидел. Он, Реал, похож на островок. Так, ребят, мы обязательно его поищем. Знаете, какая тема еще есть? Короче, пишут, что можно получить досягу. Вот, вот он бассейн. Сейчас тогда возьмем уже бассейн сначала, освободим. Можно получить досягу Кракен. Секретное достижение, если оседлать косминогу и сесть на него. Сейчас мы будем заниматься этим безобразием. Хорошо. Что у нас тут? Опа! Какие странные рыбы. Ладно. Тоже стрёмные. Давайте искать осьминожку и будем его оседлать. Я так понимаю, это вот эти огромные хрени, которые внизу плавают. Давай, разгоняйся, наверное. Давай, 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 давай. Короче, правильная тактика какая? Нужно сесть за щупальцем. Мы зацепиться не можем, а нужно найти где-то по центру. Чё ты улетаешь? Иди ко мне. Наверное, просто так это и не сделаешь. Вот в чём дело. Нужно где-то к телу подплывать вот таким вот образом. Ха-ха-ха! Он за облако такое чёрное выпускает. Нужно подплывать к его центральной части с глазами. Слушайте, да нихера не осмел... А, вот где-то здесь нужно это сделать. Давайте спустимся в ниже. Могу ли я это сделать? Да! Да, друзья, у нас всё получилось. Гигантский кальмар. Порядок. Но это не осьминог, нихера, это кальмар. Ну, может быть, это одно и то же? Он куда-то плывёт. Смотрите на его глаза, он просто в ахере. Он не понимает, что происходит. Других каких-то существ я здесь, к сожалению, не видел. Короче, мы можем покататься на вот такой вот подводной лодке. Реально, похоже на подводную лодку с глазюками. Поэтому просто, наверное, отсюда сваливаем. Я не знаю, почему ачивки у меня сейчас не показываются на экране. Может быть, что-то заглючило. Но это типа вроде как была секретка. Осьминогов я, к сожалению, никаких других не вижу. Только этих. Вот такие вот дела. Я обязательно после этой серии проверю, что у нас там будет происходить. Так, давай, спускайся вниз. Что у нас будет происходить в стиме? Получаем ли мы какие-нибудь досяги? И в следующей серии я вам обязательно сообщу, что у нас уже есть. Так, спускаемся вниз. Давайте снова играться с этими порталами, с этими храмами. Будем все оживлять. Отдавать частичку себя. Так. Плывем сюда. Ну, все как обычно. Ну, давай, куда ж ты? Слушайте, а видите, по бокам, короче, все деревья, они как бы повторяются. Один, два дерева. Видите, три дерева. И вон там уже четыре ветки у этого дерева. То есть, все это показывается. Все это показывается по кругу. Видимо, ну, этапы какие-то. Давай, разгоняйся. Набирай скорость. Набирай, набирай, набирай. Давай. Давай. Давай еще сильнее. Что ж ты будешь делать? Вот, хорошо. Пошло ускорение. Так, отдаем ядро. Ну, осьминожки, да, было такое дело. Было такое дело. И, видимо, таких же похожих мы с вами и выпустили. Все заполняется голубой водой. Сейчас, наверное, начнут там птички чирикать, типа, растения все раскрываться и все в таком же духе. Дерево. Дерево стало еще более пышным. Вообще крутяк, классно, классно все получилось у нас. Ну, все, сваливаем тогда отсюда. Я не знаю, как с этими чуваками. Может, я смогу здесь их оседлать? Чисто в теории возможно. Так, возле его задницы плавать нельзя. Это будет очень плохо. Да, ребят, смотрите, я зацепился снова гигантскому кальмару. Но нам это не нужно. Теперь, во всяком случае. Просто сваливаем отсюда. Не знаю, ачивку я должен был получить. Как вы понимаете, не пиратка. Игрушку подогнал один из подписчиков. Поэтому все честно, все цивильно, все очень даже лицензионно. Но почему-то на экране не показывают. Наверное, затупил с тем, как это бывает иногда. Так, а что это за новая локация? Интересно, впереди будут какие-нибудь еще ракушки, какие-нибудь бассейны? Слушайте, это мне нужно в эту дирдочку попасть, что ли? Это вообще реально? Да, да, смотрите, я могу разогнаться здесь. Вау, 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 вау. Че за хоррор начинается? Нихера, слушайте. Нам нужно как-то обойти это все дело. Нам нужно как-то аккуратно... Слушайте, ну я могу... Все просто, я могу вокруг это сделать. Может быть вот так? Ай-т-т-т-т-т-т-т-т-твою мать, как меня жахнуло! Ну, путь не очень безопасный, если честно. Но если плыть по прямой, по идее, тогда все должно получиться. Давай, давай, взлетай наверх, наверх, наверх. Вот так. Нас херачат током, ребят, постоянно. Особенно в этой серии. Все, 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 уплывай, уплывай Все будет у тебя хорошо, все будет замечательно Смотрите, обратите внимание, что дронов у нас не было У нас были треугольники, нас било током Ну, вряд ли бы нам дроны помогли как-то на этой локации Поэтому пришлось справляться с самим, к сожалению Ну, окей, я как бы не против Смотрите, здесь все закрылось Видимо, это путь в другую локацию, ребят Но мы оставим это приключение на потом Дело в том, что эта серия у нас получилась достаточно большой 50 минут, будем на этом останавливаться Хорошего понемножку В следующей серии вы обязательно увидите прохождение Ребятки, если вам все понравилось, ставьте, конечно же, лайк Подписывайтесь на канал, не забывайте про паблик ВК И второй канал, где будет в скором времени проходить только одни стримы С вами был Юрий Кот А пока, всем до новых встреч и до новых видео